В Самаре с начала мая профильные службы приступили к сезонному покосу травы. Всего в городе работает 60 бригад, приводят в порядок газоны в парках, скверах, во дворах жилых домов, на территориях, прилегающих к объектам потреб рынка и вблизи соцучреждений. Особое внимание очагам произрастания аллергенных трав и наркосодержащей растительности. На сегодняшний день привели в порядок 50% от запланированных территорий. Своевременный покос травы поддерживает санитарное и эстетическое состояние городских территорий. Контролирует работу Департамент городского хозяйства и экологии. На совещании в администрации главы внутригородских районов отчитались о работе на вверенных им территориях. Ежедневно для покоса травы привлекается 42 бригады, это 84 коса с применением МТЗ, тримеров и газонокосилок. В том числе по управляющим организациям привлекается 37 бригад, 74 коса, то есть все управляющие компании принимают участие. В ССЖ и ЖСК 4 бригады, 8 человек. И была Кировская одна бригада, два коса и МТЗ с навесным оборудованием косилки применяется на пустырях и незакрепленных территориях большой площади. На совещании в мэрии говорили о стоимости продуктов питания. Доклад о мониторинге цен представил исполняющий обязанности руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Игорь Ларионов. По его словам, на сегодняшний день ценовая динамика соответствует сезонной тенденции. Рост цен на овощи, такие как морковь, картофель, лук репчатый и капуста белокочанная, связан с окончанием запасов местной продукции в преддверии нового сезона. При этом на такие продукты, как гречка, соль, яйца, пшено, отмечено снижение цен в несетевых продуктовых магазинах. Цены на куриные яйца находились в ценовом диапазоне в среднем 120-126 рублей за 10 штук. Соль поваренная оставалась в ценовом диапазоне в среднем 11-12 рублей в килограмм. Цены на сахар находились в устойчивом ценовом диапазоне в среднем 7-73 рубля в килограмм. Стабилизировалась цена на крупу гречневую и с начала года находилась в ценовом диапазоне 82-86 рублей за килограмм. Профильный департамент совместно с администрациями районов проводит еженедельный мониторинг минимальных цен на социально значимые продовольственные товары в сетевых или несетевых объектах торговли и на ярмарках. Информация размещается в открытом доступе на сайтах администрации и в средствах массовой информации.